В сварщике повара автомеханики перечень длиной в 50 пунктов. Минтрут утвердил список самых нужных рабочих профессий. Критерии отбора их востребованность на рынке труда. Опыт важен, но не обязателен. В банке Новорингойского центра занятости представлен широкий спектр вакансий по таким специальностям. В чем плюсы рабочих профессий и где их получить? Об этом наш следующий сюжет. А вот технологию аргонной сварки постиг в Москве. Работал с оборудованием производства шоколада. Сварщиком я пошел. Когда-то давно мне отец посоветовал, иди сварщиком. Но я тогда не задумывался об этом. Просто пошел и все. Выбрать профессиональный путь по совету родителей предпочел и студент колледжа Николай Егоров. Поступил на электромонтера. Сегодня это востребованная профессия не только на Ямале, но и по всей России. Все это шло от отца. Он мне сказал идти на эту профессию. Да, и она мне очень понравилась, так как она очень перспективная и высокооплачиваемая. Татьяна Шабанова учит ребят работать с электрооборудованием уже 20 лет. О выборе профессии вспоминает с ностальгией. По молодости какая-то романтика была. Хотелось техникой, увлекалась техникой. Нравилось работать вообще с оборудованием. С оборудованием с электрикой. Сейчас уже это очень так давно было. Вот так получилось. Стала работать. Уже работаю. Давно работаю. И юная Валерия Герасимова выбирала профессию по душе. Готовить умеет. Главное наслаждается процессом. Даже отправила рецепт торта на всероссийский конкурс «Вкус России». Планы амбициозные. Мечтает поступить в университет на инженера-технолога и в будущем открыть свою кондитерскую. Я решила поступить на повара-кондитера, потому что это профессия востребована на рынке труда. Во-вторых, я считаю эту профессию нужной, так как человек не может прожить без еды. И в-третьих, я хочу в будущем, чтобы мои дети, мой муж питались так, как они хотят, чтобы я могла им приготовить это. Кроме электромонтеров, многопрофильный колледж набирает поваров, автомехаников, учителей начальных классов, медицинских сестер. Всего 10 направлений. На следующий учебный год учреждение примет более 200 ребят. Новое просторное здание дало и новые возможности. Сегодня за каждой группой закреплен специализированный кабинет с необходимым оборудованием. Это упростило работу преподавателей и прибавило энтузиазма в обучении у студентов. Дети приходят очень заинтересованные, у них есть большое желание учиться, именно получать эту профессию. Они сюда приходят сознательно, поэтому почти 100%, основной 100% поступающих детей получают у нас диплом. Диплом получил, а где искать работу? С таким вопросом сталкивается каждый второй выпускник. Кто-то обивает пороги потенциальных работодателей, а кто-то активно сотрудничает с центром занятости, которые приходят на помощь начинающим специалистам. У нас состоят и на учете, и оказываем содействие в поиске работы также выпускникам. То есть работодатели размещают вакансии, бывает, что без опыта работы, то есть содействие полностью производим. В течение двух лет колледж ведет мониторинг трудоустройства своих воспитанников. Около 40% из них поступают в высшие учебные заведения. Остальные, как правило, находят работу по специальности или же меняют профессию. Алена Ядни, Антон Берестятский, Богдан Джизелев, Служба новостей «Импульс».